Шквальный ветер, неожиданно заставший ульяновцев, прошел для региона с серьезными последствиями. Из-за урагана падали остановки транспорта, перекрывая проезжую часть. Было приостановлено движение. На президентском мосту перевернулась грузовая «Газель». К сожалению, последствия были и более серьезными. Пострадали люди. Ушибленные и рваные раны, а также перелом пострадавшие получили от упавших на них шиферов, крыш и деревьев. Всего, по данным интернет-ресурсов, в Ульяновской области было зафиксировано более 100 случаев падения деревьев. Кроме того, был нанесен серьезный ущерб ульяновским электросетям во всех районах города и по области. Четыре. Вот четыре вышки у нас сейчас вышло работать. Вот по Звияжью две работают. И получается две по ЖД и по Ленинскому. В течение двух дней шла активная ликвидация последствий урагана. По результатам мероприятий ответственные отчитывались главе города Александру Балдакину на оперативных заседаниях ежедневно. На сегодняшний день большинство проблем решены. Основные магистрали все отработаны. Проезду автотранспорта препятствий на сегодняшний день нет. Нарушение жизнеобеспечения населения по состоянию на 10.00 оно у нас не допущено. Причины произошедшего эксперты гидромедцентра считают выход южного циклона на центрально-черноземные районы. В связи с этим в Поволжье развилась мощная дождевая облачность и произошел шквальный вброс холодного воздуха на землю, вызвавший аномально сильный ветер до 26 метров в секунду. В настоящее время прогнозы гидромедцентра положительные. Впереди нас ожидает благоприятная погода, в связи с тем, что этот циклон уже ушел на север и покинул территорию нашей области. У нас похолодало, но ненадолго, потому что уже со второго числа у нас начнется повышение вновь температуры воздуха. В ближайшие дни ожидается 26-32 градуса тепла без осадков. Юлия Руднева, Уллправда.ТВ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова